Господи благословен! Смертвы, смертью смерть поправ, И сущим во дрове живут дарова. Господи благословен! Почитайте Евангелие, полкование. Непонятные миллионы славы. Господи благословен! Во имя церкви, святая Духа, Ани. Матфея, 10 глава, 32 по 33. Итак, пятого. Кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я предатцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я предатцом моим небесным. Теперь, значит, толкование блаженного сетилакта. Сим побуждает к исповедничеству. Не довольствуется верою, стоимой в душе, но хочет, чтобы она исповедована была и устами. Всякий исповедующий Христа, Бога, найдет самого Христа. И исповедующим его предатцем своим, как верным рабам. Напротив, те, которые отрекаются, услышат. Не знаю вас. Комментарий Игнатий Ханчелаткина. Тут очень много, сейчас выборчи почитаю немножко. В самом начале, еще на подходе к созданию церкви, Христос ставит непременно условие спасения в проповедь. Христос говорит в притче о Сеятеле. Лука 8.5. В кавычке «вышел, Сеятель, Сеятель». В кавычке закрыто. Великим Сеятелем является Иисус Назарянин. К подражанию, к следованию за собой он призывает всех своих учеников. Этот принцип тени является основным признаком того, что душа зародилась во Христе Иисусе, и в ней отобразился Христос. Филиппийцам 2 глава 5 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и в Христе Иисусе». В кавычке закрыто. «Воскресший Иисус ищет деятельные души, которые подчиняются Нему во всем, и всюду следует за Ним, как за пасторем». «Спаситель заповедовался в мир, а не прятаться от мира». А ты и Анна, 17 глава, 17 стих. «Не молюсь, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». «Движение души, втянувшись к Богу, может быть спасителем только тогда, когда эта душа в свой путь будет сверять с кровавыми следами спасителя. Церковь Христа – это гостиница, много тюрьма. Человек, привезенный в гостиницу добрым сморянином, имеет свой дом, знакомых, которым, конечно же, он и возвратится после извлечения. Израненная грехами душа, признав себя погибшей, уверовав в искупительную, заместительную жертву колгофского страдальца, принимать его в свое сердце. И Господь берет грехи этого человека на себя, и умирает за них на кресте, и умывает их в своей причистой крови. Получив прощение грехов во святом крещении, этот человек благословляется Иисусом на труд в этом погибшем мире. Он обязан почувствовать любви к ближним, подобным себе, исповедовать Христа, как Агнеса, как Пасху Новую. Он должен выйти на пажик, как сморянка, пошедший от Христа в город, как истеленный бесноватый. И Иоанна, 10 глава, 9 стих. «Я есть не зверь, кто войдет в ною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажик найдет». Перечитать несколько раз этот стих, рассуждая от обратного, мы услышим такое звучание, что если человек, вошедший в церковь, не выйдет на проповедь о распятом воскрешенном спасителе, не будет искать эту пажик, то есть души, над которым он должен трудиться, он не спасется. «Христос ставит непременно условия исповедовать имя Его перед теми, к кому мы будем иметь доступ. Он обещает победу своим верным служителям, обещает и то, что Он Сам исповедует таких перед всей вселенной в судный день, что это Его верные последователи, которые шли за Ним, ваше Бого за Ним, куда бы Он их ни повел». Откровение. Третья глава, пятый стих. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не сглаживай имя Его из книги жизни, и исповедуй имя Его предавцем Моим и предангелами Его». Кавычки закрыты. «Исповедовать значит свидетельствовать о любви Божией, освещая мрак этой жизни». 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих. «Ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать». «То, что сегодня называется православием, прийти, помолиться, снова молча заниматься своими делами, даже своей душой, никому не свидетельствовать о пришедшем Мессии, о Его скором возвращении на землю, такой веры первых христиане не знали. И такая вера в языческом окружении сгинула бы в первом столетии». Произошла страшная подмена Евангелия вымыслами человеческими, которые преподносится в обложке «святости», в кавычках. «Но возрожденная душа скинет в себя эти верения и воскликнет в Солом 118 и 113 стих. «Вымысл человеческий ненавижу, а закон твой люблю». Истинное православие – это жизнь во Христе по Евангелию с непрестанным исповеданием Спасителя своего». Так, почитали долго-много, да? Ещё раз почитаем, вернёмся, чтобы осмыслить. Десятая глава, 32-й по 33 стих. «Итак всякого, кто исповедует Меня пред людьми, исповедует того, и Я предоснованным Небесным. А кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того, и Я предоснованным Небесным». То есть так говорил Господь. И Игнатий Стихонович также призывает, ну, как и они показали, вот мы смотрим на их общину, то есть если они являются стильными христианами, то они стараются жить по Евангелию, у них свой устав. Тут у них и внешние, и внутренние, у них нет расхождения с Евангелем, то есть они его изучают, с толкованием влажного фиселакта. А мы посмотрим немножко на себя. Исходя из этого, как и Игнатий Стихонович, нам нужно применять всё к своей жизни, да? Сейчас немножко я хочу вернуться, зачитать устав, который мы, если помните, когда прошёл года, наверное, полтора назад, который мы составляли, да? Мы взяли, я, например, взяла, так, чтобы, если мы хотим спасти, чтобы было всё как у них, да? Не забываем, что у них, значит, община, православная община, да, православное исповедание. Ну, первое, сейчас я так кратенько буду зачитывать, чтобы вспомнить, да? Исповедание своей веры, это уверование, покаяние, крещение, полное троекратное погружение. То есть у них все, кто вообще не приняли троекратное полное погружение. У нас это тоже есть, да? Признание исповедания, Никио-Цареградского, тема вера, вера в единстве, то есть соборно-апостольской церкви, да? Вы, когда читаете, помните, как есть слова? Да, да. Их Дух Святаго, Господа. Господа истина, Господа истина. Даже на службе. Признание семи православных таинств, крещение, миропомазание, скаяние, брак, священство и дели освящения. Второй вопрос. Платить десяти, но это мы оговорим попозже. Значит, это, скажем, святая часть, которая и в Ветхом, и в Новом Завете есть, которая обязана платить, и в Натихо Чае не платит. У нас мы рассмотрим вопросы попозже. Чтение Нового Завета с толкованием. Мы читаем, стараемся изучать. Если вдруг не собираемся, то каждый... Читаете дома? Да, прям. Читаете каждый день или пропускаете? Каждый день для день. Вот поэтому. Луки, цедания, у него немного другой. Нет, у меня вложена в филосе акций. Просто этот сам. Участвует в благовестии. Но мы стараемся, потому что это тоже неотъемлемая основная часть, о которой мы сейчас в толковании читали. Признавать и исполнять православные посты. Это все четыре поста в году и в среду пятницу. Да, исполняем? Николай, мы придерживаемся. И в среду, пятницу все соцены. В алтарь мирянам не входить, но у нас этого пока нету. Мы не монахини. Вероятно, это предоставится нам. Но мы должны просто знать, мало ли. У нас вход туда закрыт. Но мы должны это знать. Посещение православных благослужений. То есть, но это раз на неделю, в любой день, или в обычный суббот, в воскресенье. То есть мы обязательно должны быть. Если нет, то уважательная причина. Там куда-то выехал, нет храма, тяжело заболел. Ну, то есть уважительная причина. Богослужения так. Поведение в храме мы знаем какое. Не разговаривать. Что бывает иногда. Ладно, когда к нам подходят какие-то люди, от нас независимые, начинают спрашивать, с нами разговаривать. Но если во время службы, можно ответить. Ну, если уж такая сильная необходимость. Кратко, да? Если есть возможность, вот так показать, да? И лучше воздержаться. Объясните после службы. Также не оглянуться, руки на спину не держать. Сделать правильно крестное знамение. Николаевна, как твои нацисты? А это Николан не знает, как креститься. Ну, мы показываем, показываем, как мы. Ну, как все. Как все. Потому что я сегодня смотрю, вчера включила буквально, у нас и священники крест, я сегодня заметила, которые делают другие, абсолютно делают короткие кресты неправильные. и вчера смотрела Дмитрий Змирнова. Он делает короткий крест на себе. Ну, вот этот короткий, вот тот крест. То есть они... Да вы где машутся, они крестятся? Они как бы не делают правильный крест. Ноги в коленях не сгибать. Стараться, ну, я стараюсь сделать, вы, наверное, еще как? Нет, это я в него... Патяна Павлович, не можете не пробовать? Чего? Ноги в коленях не сгибать. Стоять прямо. Понятно. Потому что кто приседает, ну, кто как, да? Я переменаю. Сгибаешь одну ногу. Не ходить по храму. Сутовый телефон, если есть, не забываем, отключаем, да? Ну, смотрим, я просто. Крестное знамение благовеянно. Сначала накладываем крестное знамение, потом по холоду, потому что иногда люди ошибаются и получается ломает крестное знамение, да? Сейчас в тот раз мы делали, Зоя опять она нарушила, и многие так делают, они просто не знают. Сегодня я стою в храме, и все, кто мимо проходили, мало кто знает, как правильно делать. Если правильно крест делают, то они делают крест и тоже холодно. То есть не все знают. Кремя от себя делают. Так. Соблюдать главенство мужа, то есть это как кресток, и причастие к помазанию. То есть желательно везде, где у нас идут мужчины, танец твои свызи, и везде уступать им дорогу, да? Но иногда им уступаешь, а они этого вообще не знают, пропускают вперед. Ну, я уже стараюсь не спорить. Если участвовать... Я говорю, в таких случаях, я говорю, мужчин должен быть впереди. Ну, учить не всегда уместно в храме. Не, ну почему учить? Просто сказал, мужчин вперед идет. Ну, все. Зато будет знать. Ну, а когда в храме, где я ему еще скажу? Он от службы закончил, все выдержали. Свечи, я смотрю, свечи у нас очень сильно, скорее всего, все нечистые, очень коптенькие, большая. Я вчера вынуждена была, которая у нас посвечник стоит, давай, говорю, выйдем с храма после службы, я ей, она вот свечи тушит, и такая копоть идет, копоть. Я смотрю на нее, думаю, неужели она не бит? Рассказывает случай, что у тебя святых даже был такой. Там монах ходил, коптел, Матерь Божий иконы, иконы случаях, там наказание ему было, слышал голос от иконы, что я точно не понял подробности, и он потом рассказывал, как он был наказан. До Коли, говорит, ты будешь ходить, вот прокоптила икону, все. Я ему говорю, ты не бишь храму-то у нас? Его только недавно побелели, как говорится, покрасили, и опять его здесь прокоптили. Вот так прошел, от того, что у нас не тушат, у нас дунули, и копоть идет, и все стоим и фенбучкой, а она не может потушить. А у них когда вложки, по-моему, она до нее никто не сказал, ничего не делает. Дунула, коптит, весь и смотрит, никто не говорит. Она говорит, никто не говорит, потому что она пришла недавно служить, и все не мучила. Форма одежды, то есть мы уже договаривались, юбки без разрезов, чтобы были не просвечивающие, закрыты одежды. Руки, грудь, платки на два. Таня у нас еще пока не может, ты так ходишь на два, или как Татьяна у нас пока не может. Вне храма, конечно, одежда должна такая же быть. То есть есть христианин, и где христианин. Я всегда в платочке. И на работе. Ну это да, в платке. И в ходе где? Даже в общественных листах. И в общественных листах. И замечания делаем. Внешний лист. Ногти мы не красим. Нет, нет, не красим. Украшения ферги мы не носим. Да, нет. Косметику мы не носим. В парикмахерскую не ходим. Не ходим. Духами не пользуемся. Не пользуемся. Так. Я не переношу заполи. Ну, волосы красить. И красим. Виктор и ещё. Я хной крашу. Натуральные. Она ещё никак не может с этим пока справиться. Внешний вид. Так, ну, здесь понятно. Если, например, я повязала платок, мне уже не надо. Кому волосы расправлять, кому завистку делать, кому что. То есть ничего не надо. Одна экономия. Ничего не надо. Вот. И стричь не надо, говорю. Таня, ну, ещё пока никак. Да? Растить надо? Ты растишь, не подстригаешь? Нет, ну, я не стригу волосы, но, тем не менее, крашу. Ну, стричь-то решилась? Нет? Нет, я не стрягу. Почему? Вот. Пока... Не решила. Ну, пока ещё. Всякий раз подвох. Постричь-то. Ну, я держу. Так. Ну, понятно. Смотрите. Не сквернословить, не сплетничать, не воровать, не лагать, не завидовать. Если согрешила... Ну, у нас есть суткаение, да? У нас табак, курение, пьянство, волшебство, зрелище. То есть на зрелище мы не ходим. Нет. Есть ли у нас различные мероприятия в городе? Не ходим? Нет, а когда ходить-то время? Нет. На зрелище хожу. Вот у меня у внучки концерт был. Я была. А какой концерт? Унучка. Художественные, русские, на народный хор у них. Ну, ладно. Русские, народные ещё куда не шло, да? Да. Чего? Там, ладно, на подиум не отдавай. А то сейчас маленьких таких нарядишь. Она у нас не подела. Конкурс-красавицы не с дома отдать. Конечно. А то же это... Это же люди не понимают? Нет. Нарядят, на как выйти. У нас как наряжать, накрасить. Готовы прямо на подиум отдать. Ну, и лицо им как красками. В воскресные дни мы ещё раз... Сейчас Николай не работает пока, да? Она работала в воскресенье. Татьяна пока не может с этим справиться, да? Нет, я сейчас два месяца уже не работаю. А, сейчас пока... Господь устроила, да? Господь устроила, да? Господь устроила, пока не работает, да? Да. Уже Господь помог. Да. Так, вставать в 4.40. Это очень сложно. Я начинала в прошлый год. В июне у меня будет год. Сейчас, не перебивай. В июне будет как год. Вот 4.40 вставала хорошо. Но где-то в 8 месяцев в последнее время сильно враг нападает в 5. То есть 4.40 завожу. У денег нет. Ну, встаю в 5. Тяжеловато вставать. Но позже 5. Нельзя уже. Николай, на сколько встаешь? Встаешь же. У меня рано не получается. Позже на сколько? Ну, я когда в 6.00. Да. Когда в 6.00. Я резко в 6, но в основном пол седьмого в 7.00. А ложится в 12.00. 7-красных кто-то стал? 7-красных нет. Не пробовали? Не пробовали? 7 раз на молитву стараюсь поклонные. Нет. Один раз только. Поклоны кто делает? Или кто только в пост? Ну, вот сейчас я не делаю поклон. Ну, сейчас дома поклоны можно делать. Ну, 3 поклона нам не желательно. Может быть, на день 3 поклоны сделаем. Желательно дома делать поклоны, чтобы враг не скушал. Это у меня, наверное. У тебя звонит. Надо было отключать телефон. Нет, он на ВИП. Посещать больных на дому. Ну, старайтесь, да? Я иногда могу в больнице бывать. Знакомые кто. Не давать деньги под проценты. Не брать воронные вещи. Ну, и тому подобное. Не ходить в большие долги. Так. Так, я сейчас просто хотела... На это мы потом ещё вернёмся. Вот, сегодня я пока стояла на проповеди, у меня пришла такая интересная мысль. Хочу сказать, что во время проповеди... И вчера вспомнила, я немножко тут посмотрела, попал к мне в интернете 1.000 проповедь, и я всё это поместила и думаю. Вот, получается, у нас, по большому счёту, я сейчас не только она, но и она, наверное, каждый поймёт про себя. Что мы бываем лицемерем, когда мы всё-таки не до конца... Ну, то есть, христиане, мы должны быть везде. Так. Ну, да, я в храму пришлюсь. Вспомнить, какие мы были раньше, и какие мы год назад были, и какие мы до крещения, да? И какие сейчас, если враг будет. У нас как бывает, мы пришли до храма, платочек повязали, зашли в храм, постояли службу, вышли, платочек сняли, пошли домой. Так было. Спасибо, Господи, поймёт. Слава Богу. Пока сейчас так не делаем, да? Мы везде в слотках, да? В слотке. Ну, это пример, я к чему говорю. Вот мы сейчас вернулись к исповеданию. Господь говорит, исповедание. Исповедание не только на словах устами, но и делом, и примером. То есть, мы, если мы хотим являться христианами, должны быть свои. Господи, мы можем с вами. Пример такой. То, что, опять-таки, платочек повязали хорошо. Дальше. Ногти. Ногти не красим, слава Богу. Но я хочу сказать это и о других. Вот кто приходит в храм, кого я, например, вижу, да? С кем я работаю, с кем я общаюсь. И если вы кого увидите. Ведь там, о чём он говорит. И блаженый Феофилакт Игнатий Тихонович, опять он ссылается на что? Мы должны заботиться не только о себе, а забыть. Вы люби Бога и люби ближнего. То есть, мы Бога любим, когда любим ближнего, да? Когда мы желаем спастись. А как мы желаем спастись, мы можем, как бы, то есть, примером. Это лучше всего. Когда мы на работе, в семье. В семье, если дети нас видят, или там кто, муж, да, родственники. Если они видят пример, чтобы они обратились к Богу, они должны видеть этот пример. Что мы сегодня, не только сегодня, а завтра, или временно. Или по праздникам, да? А мы должны быть всегда. Любой день. Пост, не пост. Праздник, не праздник. Выходной, не выходной. Пошла я там в храм. Куда ли я поехала? Лес, дача, гости. Куда бы мы ни пошли. В платке везде. Юбка длинная везде. То есть, покрыта благочестиво. Везде. Вот. Потом, опять вернусь к самому, косметику мы используем, да? Ногти не красные, ногти такая проблема. Вот сейчас, например, как Настя, конечно, не любит, но я скажу, такая ситуация. Это мода. Вот, например, Господь же говорит, не любите мир не того, что мир, ибо любовь к миру есть вражда против Бога. Люди не понимают, что если мы хотим быть христианами, мы не должны подавляться этому миру. То есть, опять вернусь к тем, которые среди нас, мы должны, как бы, оказывать на них своим примером влияние. Вот. Я опять вернусь. Если приходим в храм, люди, некоторые приходят, там, мы видим, да, женщину или молодежь в брюках. Ну, брюки это мерзость, но не все говорят, да? Не все знают. Хотя и ходят к причастию, подходят и в стаисках участвуют, но ходят в брюках. Мы когда-то, наверное, тоже такие были. Слава Богу, что Господь нас, вот, как бы, через 12 стих, через Евангелие мы обратились. Но это пример для других. То есть, брюки нельзя. Юбки. Многие носят с разрезами. Да. То есть, юбки, никакие просто речи, все разрезы. То есть, это все-таки от мира, от сатаны. Потому что, сами понимаете, когда идешь, делаешь широкий шаг, идешь быстро, и разрезы, идет все равно соблазн. Идет там хоть мужчина, хоть женщина, неважно. Это все-таки нас соблазн. Сделаны все эти просвечивающие материалы, все эти разрезы. Также все эти сильные духи, дезодоранты, чтобы привлечь. Ну, если Господь сотворил, я считаю, что и сатана ему подавляется. Если святые, они благоухали молитвой, наверное, своей праведностью, да? От них, говорит, ничем не должно пахнуть. А от грешника всегда смердит грехами. Если бы свои грехи не смердели, вот люди, сатана изобрел эти духи. Но они, людям кажется, что они благоухали. На самом деле-то мы грехами, наверное, перед Богом смердим. Не то, что благоухаем. И любой грех, его ты не замажешь. Ни духами, ни чем. А покраски, скажем, волос, завивки, прически, то есть это опять. Если пришли в храм, у нас, видите, многие пришли и вышли, и платок сняли, и пошли дальше. И детей также не учат. Девочки тоже. Вчера смотрю, одна мамочка ходит. Девочки пришли в штанишках. Сегодня повелась в причастие. Слава Богу, одела на них юбочки и платишки. А сама пошла в брюках опять-таки. То есть сама уже пример. Здесь пример играет большую роль. Детям, что ни говори, они вырастут, они все равно будут делать свое. То есть этот пример... Ну, я и говорю, отсюда получается вот это лицемерие. Мы, многие, мы видим, почему у нас мало обращающих. Почему в семьях одна верующая, например, никак не может обратить детей или мужа, или кого. А из-за того, что да мы и сами такие были, мы вот опять вернусь к тому, как сейчас многие делают. В храм пришли, юбку одели там еще как-то, платок повязали. Но они понимают, что, например, ногти красить нельзя, что это от мира. Косметик, серьги, носит почти серьги. Все, не все знают, что их нельзя носить, да? Красит все. Но сейчас она такая хитрая, она заощренная, что косметика дорого. Они все используют косметику, а сейчас делают всякие татуажи. То есть красят на год, на два, на три. Вот мы были в больнице, я же там видела женщину. Ее уже под 80, она сильная, ярко накрашенная, я поближе подошла, оказывается, вот у нее татуаж. То есть ты уже захочешь, ты его не сможешь. А если ты умрешь, то и Господь в этом застанье, да? Вот это же все мерзость, по большому счету. То есть какой пример? Поэтому я говорю, и всякие, если татуаж и прочее. Так, еще хочу вопрос опять. Бывают искушения, люди никак не могут, некоторые, перейти совсем. Ну скажем, как мы вот носим, да? Устав. А сатана зимой шапку дает носить, летом шляпу. У меня тоже такое время было, одно время, когда мы сильно, у нас тщеславие, мы чего-то, платок, скажем, не можем одеть. Первое время же нам тяжело было одеть платок, да? Например, платок в том смысле, чтобы носить его на работу. Везде, не только в храм. Вот, и начинает враг работать. Славия нас горит, и мы начинаем искать какие-то лазейки, чтобы оправдаться. И вот нам надо шляпу какую-то найти. У меня тоже такой был период. А потом подумала, нет, все-таки платок это чисто христианское. Вот посмотрите на любых иконах, вы нигде не увидите ни одну святую в шляпе. То есть это не христианское. Ну, у нас, правда, исключение есть. Царская семья, царь Николай, вот эти там в шляпах. Но это, думаю, современные, кто-то писал эту икону, скорее всего, у нас человек даже не верующий какой-то взгляд, не евангельский, скажем так. А те, которые раньше писали с иконой и по Евангелию, и по всей молитве, и Рождённой Духом, они такое вряд ли написали. Ну, это исключение, скажем, мы на этот счет не обращаем. А по большому счёту и Матери Божией, если там не увидишь никаких шляп, то есть эта стана нас пытается вернуть назад, как же на Лотва. Вернулась, говорится, примерно. Для чего вот Ветхий Завет и вся Библия написано? Там очень много таких примеров. То есть мы должны смотреть на них и не поступать по их делам. Чтобы мы так не делали. А мы всё-таки старались быть христианами всегда, да? И днём, и ночью, и везде, и на работе, где бы ни были. Да, помоги Господи. Помоги Господи. Да, вот сейчас я ещё принесла, хочу сказать, скрыть. Вот визитки такие визиты не сделаю. Здесь, наверное, тысяча визиток вам дать, будете расставать. Сейчас я маленько это скрыть, а не визитчу. Открою. Видишь, что сколько их? Ох ты, вот-то сколько их. Вот, видите, сколько их было. Очень много. Одно время он говорил, что лучше ему не отправлять никого, чтобы сомневаться кушать. Это ты путаешь. Это не Гнастик Ильича говорит. Мы потом обговорим этот вопрос. Вот такие визитки. Сейчас я ещё... А, у меня осталось. Я Николаевна, я тебе, наверное, не давала, чтобы... Вот такой журнал душа, да? Я, наверное, не брала. И ещё вот здесь вот такие молитвы. У тебя есть, нет? В тот раз я забыла. Мы в Гнастике хичи были, вот такие читаешь, да? Да, да. А, подожди. Ну, это ты мне давно что-то давала? Мне, кстати, не больше нравится, чем утренний вечеринок. А, вы вот это читаете? Да, я их продаю. Тогда можно мне где-то читать? Да, возьми. Я не знаю. Вот это у меня есть вот первый листочек. А что там больше я не помню. Давно мы с темочкой мне давали. Ну, это мы ездили, когда у нас есть и печень. Мы были в прошлый год. Это раньше было. Это он нам давал. Нет, такого нет. То есть, вот, это можно раздавать визитки даже без Евангелия. Но вот мы с Таней были, когда на 9 мая раздавали, да? Да, еще. Майя вместе с Евангелием. А, надо с Евангелием раздавать. Нет, можно идти с Евангелия. Просто... Так, у вас какие-то вопросы, примеры? Изнарушения, ну, искушения. Не, я расте еще. Я очень слабо в этом отношула. Сейчас я говорю, Игнать Тихонич, ролики смотришь, нет у тебя, нет у тебя невозможности. Нет, я смотрю там что-то. Очень помогает он смотреть его ролики. Кто укрепляет в вере сразу. Нет, это будет живой. Живой пример. Он, живой пример нужен себе. Поставь молитвы. Поклоны. Кстати, Игнать Тихонич, он сейчас 7-кратно продолжает молиться и поклоны делает. Потому что именно... Вы же 7-кратно вот эти молитвы читаете 7-кратно? Нет, не есть молитвы. Ну, какие? Ну, там это... Мы потом об этом говорим вопрос. Там самое главное, если один раз в Сауну и Малипу, и 100 поклонов. Ну, по-четкам. У тебя четки есть? Да. У меня 11-кратно, чем получается. Да, 100 поклоны. Независимо. Сейчас хотя говорят, что земные поклоны у нас до вознесения не делать, но это только в храме. А дома можно всегда делать. Потому что сатана-то он день и ночь над нами трудится. У него-то нет поставок, у него передышки нет, выходных нет. Он только и рад, когда мы не делаем поклоны. Мы вот сейчас вот ходили, ход закончился, люди, наверное, в азарабе, свой поклоны можно не делать. Они и не делают. Ну, расслабляется, конечно. Расслабляется, да, человек? А сатана в этот момент нападает еще сильнее. Даже по весну, да? По пище даже там местное что-ли. Поесть повкуснее охота. А поешь уже лень наступает, ничего не охота делать. Ну, понятно. Одно-другое цепляется. Сон и еда, ходь без труда. Господи, поняла. Ну, давайте. Благодарю. А у него все, что я была казах нечистая. Дево разуйся, не потеря, ура разуйся. Только на воскресенье, не на гробах. Смертвои воздвигнули. Люди, веселитесь. Сидитесь, святитесь. Новый Еврославим. Слава Господне. На тебе воссияй. Сликуй ныне. И веселись сегодня. Ты же чистая, красуйся, Богородица. Ты обстанье житва Твоего. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя.